Вопрос с подтоплением дачных участков, прилегающих к поселку Буланаш, получил свое продолжение на собрании жителей второго по величине населенного пункта нашего муниципалитета. Население негодует, ведь наличие огорода нередко является фактором, определяющим выживание в целом. Сегодня подтоплено порядка 50 садовых участков. Это 50 семей. Понимаете, в 50 семей не будет урожая, которые надеялись на него, которые рассчитывали прожить, потому что сегодня наши пенсии, зарплаты, значит, без садовых участков не проживешь. Если ситуацию разбирать глубже, становится понятно, что угроза подтопления абсолютно реальна и для самого поселка, в котором проживают более 12 тысяч жителей. Меры, которые были предприняты, а именно бурение дренажных скважин, ощутимых результатов не принесли. Это не мудрено, ведь наши чиновники приняли решение бурить не там, где указано в проекте, а где удобнее. В результате работы пришлось переделывать уже за счет муниципального бюджета. А с учетом того, что они до сих пор не завершены, вода достигла критической отметки. Моё предложение необходимо объявить на поселке чрезвычайную ситуацию. Обращайтесь, я не знаю, в МЧС. У нас МЧС сильная организация. Пусть как в 78-м году на даму ставят насосы и начинаем откачивать воду с озера. Ситуация накалена до предела, и многие депутаты, несмотря на увиливание чиновников от прямых ответов, говорят об этом открыто. Что бы ни говорил глава муниципалитета и его подчинённая, пытаясь успокоить разъярённых буланажцев, жители имеют вполне конкретные и страшные аргументы. Многие не совсем понимают масштабов возможной катастрофы, которые могут быть действительно колоссальными. А самое страшное, повоз, и вот и сегодня, и завтра, они пойдут. Вы представляете, что такое сегодня свежие мобилы? Плюс старые мобилы, и всё доскопится в районе Лежнёвки. Ещё мусорка. Я ка-ка, куда ещё раз влазь идёт? Новода, купите, БМЗ, контейнер, который скучит. Первая улица, который поступит, Лежнёвки, плюс Комсомольска, 8, 6. И плюс, всех совет! Ситуация непростая. Даже действующие насосы, чьих ресурсов и так недостаточно, откачивают воду, которая попросту не доходит до реки, собираясь в естественных углублениях, образуя болото и просто возвращаясь обратно в шахты. По сути, оборудование делает мартышкин труд, попусту гоняя воду по кругу. Водоотлив работали столько лет, и до сих пор не догадались от водоотлива провести трубу, чтобы он напрямую в речку шёл. Это же правильные действия, которые элементарны и дёшево стоят. Между тем, поднимающаяся вода уже реально угрожает поселковой инфраструктуре, которая и так находится в плачевном состоянии. Другая сторона вопроса – стоимость работы насосов, которые потребляют огромное количество энергии, оплачивать которую становится всё затратней и затратней. Мы готовы хоть сейчас собрать вечеринность с вами Думы и выделить деньги. Всем нужно понять, нам жители, что с этим предложением выходит администрация Оргенского городского округа. Мы неоднократно на Думах говорили, давайте увеличим, давайте, вот про что Александр Петрович говорил, давайте дать денег, давайте больше. Не дает нам область на функционирование нашей молодой. Давайте из нашего местного бюджета будем находить возможность. Я хотел бы попросить у вас извинения, чтобы вы так же, как и вы, верили, что ситуация не ухудшится. Но вы же его выбирали. Вы, депутаты, выбирали его. Как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. И многие депутаты прозрели и искренне стараются исправить положение дел, оказать реальную помощь своим избирателям и вразумить чиновников, которые окончательно потеряли совесть. У местной исполнительной власти один ответ – мы держим ситуацию на контроле. Регулярно мониторим уровень воды и отправляем соответствующие данные в региональные Минприроды. С этим-то как раз и проблемка. А именно достоверность этих данных, которая весьма сомнительна. Так уже получилось с мусором. Какими цифрами руководствовались наши чиновники, если на свалке даже не установлено весовое оборудование – неизвестно. Причем такое положение дел продолжает сохраняться. И будут, и будут ли вообще скорректированы тарифы на вывоз ТБО для артемовца в следующем году – непонятно. Представьте сейчас, если местная власть начнет говорить, что у нас здесь что-то плохо. Реакция будет мгновенная. Сразу скажут, что протокол не выполнили. Вот и ответственность с вами все. За вашу неспособность руководить сразу примут меры. И вот сейчас-то, и мы не туда информацию даем, вода какая, паводковая или грунтовая. А когда было 10 лет назад, все хорошо у нас. Мы так и будем передавать. Председатель Артемовской думы заострил внимание участников собрания на бумаге, которую глава нервно крутил в руках. Но так и не решился рассказать о том, что в ней написано. А написано там, кто несет ответственность за ситуацию и какие действия обязана проявить администрация муниципалитета. А подписана она не кем-нибудь, а артемовским городским прокурором. Прокурор сразу уже среагировал на это дело. Сегодня уже это дело озвучено. Уже назвал виновных, назвал сроки. Это очень хорошо, что присутствуют закменения общественности. Я думаю, что, конечно, если будем все вместе работать, сдвиг будет. Но я считаю, что надо вводить в ситуацию в поселке Була. Впрочем, если указания Артемовской прокуратуры наши чиновники выполнять не будут, буланашцы готовы пойти до самого верха. Несмотря на напряженную атмосферу собрания, была высказана и шутка, что называется «сквозь слезы». Стоит ли вообще спасать буланаш, население которого неуклонно уменьшается. «Молодежь активная, уезжает. Квартир у нас здесь отдаётся, сами знаете, сколько они могут создавать, да? Не продавится. Почему? Да потому что никто их не покупает. Молодежь уезжает. Работы нет. Поэтому о чём? Чиновники рассуждали о том, что необходимо сделать и как они стараются решить проблему. Но жителей посёлка не интересуют туманные обещания и пустые посулы. «Давайте спрашивайте, когда они решат этот вопрос. Они ищут за конкретное число. Да, число. А, за конкретное число?» Местным властям люди не доверяют и без стеснения об этом заявляют. Есть надежда на областное руководство и губернатора региона, с которым буланарцы хотят встретиться лично. Однако мы знаем, как местные чиновники не любят прямого контакта населения с высокопоставленными лицами. «Будешь, приедет, ориентировавши, как я вам говорил, июня месяца, и вот сюда приедет, потому что этот вопрос довели, чтобы он приехал, но вообще принял решение, что он был». «А общественность может знать, что приедет сюда?» «Конечно. «Вы гарантируете?» «Да, мы, конечно». «Принамо тогда?» «Инициативная группа, которая будет гарантируем». «Гарантируем». Впрочем, сами местные власти не желают слышать население и его законных представителей, предпочитая самостоятельно выдумывать отчеты, которые они отправляют наверх. «Я хотел, попросил слово, когда тайные печи было в кинотеатре, меня вражаться не дало слово, Барандокс, ося его положение. Кто они?» «Да никто, никто». «Зачем, значит, вы не дали выслушить тупатуину, Барандокс, депутату, отчетного гражданства, не даете высказать? Как так?» «Вы отчет сегодня слушаете? Мы, мы, ты...» По результатам собрания было принято решение о создании оперативного штаба, а инициативная группа, кроме вопроса подтопления, займется еще и проблемой свалки, которая волнует буланажцев не меньше. Причем не только из-за прямого вреда населению, но и мучающего многих вопроса, почему нынешнее положение дел никак не волнует главу муниципалитета, который, видимо, имеет свой интерес в таком лакомом кусочке, как мусорная тема. Кроме того, будут составлены соответствующие письма губернатору региона, а также в областное Минприроды и Управление МЧС. «Ситуация такая, что сейчас нет разговоров, что все нормально, что ситуация терпимая, что идет мониторинг, дальнейшее затопление будет. Эти разговоры уже прекратились, и уже настала пора решительных действий. Значит, администрация в ближайшее время уже предполагает установку дополнительных насосов для откачки воды. Это первые шаги, ну а дальнейшие действия, значит, будут прорабатываться». Чем завершится ситуация, узнаем уже в ближайшее время. Но факт остается фактом. Именно бездействие наших чиновников привело к последствиям, которые рискуют обернуться катастрофой для населения целого поселка. Удастся ли исправить нынешнее положение дел? Специалисты утверждают, что возможно, однако действовать нужно было начинать, что называется, еще вчера. И сейчас ситуация уже находится в своей критической стадии, и люди достигли своей точки кипения. А здесь мы пы-пы-три-пы-ты-пы. Вот, спасибо, я говорю. Голосы в вашем штаб.